Спасибо большое, Владимир Владимирович. И, самое главное, показания к лечению злокачественных опухолей молочной железы требуют от нас верификации на дооперационном, на дохирургическом этапе, выяснения морфологического типа опухоли. И это определяет уже далее показания к лечению пациенток. Поэтому мы должны максимально выполнить все диагностические процедуры и мероприятия на дооперационном этапе. И онколог должен иметь полное представление о морфологическом типе опухоли, о распространенности для того, чтобы назначить правильное лечение. На сегодняшний день для верификации изменений молочной железы используются два вида биопсии. Скажем так, это корбиопсия, получение столбиков ткани молочной железы под местную анестезию. И вакуумно-аспирационная биопсия, которая позволяет получить больше объем ткани в сравнении с корбиопсией. И это позволяет точно выполнить диагностику в сложных диагностических ситуациях. Все эти виды биопсии проводятся под различными видами лучевой визуализации. Это и ультразвуковая диагностика, и рентген, и магнит-резонансная томография. Вот сегодня я в своем докладе попробую вам показать место каждого из методов визуализации и методов биопсии в уточняющей диагностике. Трепан биопсия под ультразвуковым наведением выполняется в тех ситуациях, когда мы видим опухолевый узел в молочной железе хорошо на ультразвуковом обследовании. Это, можно сказать, самый простой метод визуализации среди всех лучевых методов визуализации. Выполняется биопсия под местной анестезией. На слайде вы видите, что необходимо, какой набор инструментов нужен для выполнения этой процедуры. Вот здесь запустите, пожалуйста, видео. Под наведением ультразвуковым наведением мы выводим датчиком опухолевого образования в молочной железе. Выполняется местная анестезия. Анестетик вводится вокруг опухолевого узла и обезболивается кожа. Вы видите, расположение датчика и иглы обязательно должно быть параллельно. Для того, чтобы была хорошая визуализация положения самой иглы, мы видим, как игла заводится к образованию, после чего выполняется так называемый выстрел, забор ткани из опухолевого узла. И мы получаем достаточный объем материала. Обычно берется несколько образцов ткани. Если это узловой компонент, достаточно двух-трех образцов. Если это какая-то гетерогенная структура, то здесь выполняется до пяти заборов материала для того, чтобы процедура была выполнена правильно. Точно так же выполняется биопсия и лимфатического узла. Если нам нужна верификация изменений в лимфатическом узле, это выполняется в случае четкого отсутствия опухолевого узла в ткани молочной железы. Либо какие-то изменения, где мы не можем получить достаточное количество материала для гистологического исследования из самой ткани молочной железы. В этой ситуации мы можем взять материал из подозрительного метастатического лимфатического узла. Точно так же выполняется визуализация. Вот такое расположение. Оценивается кровоток, положение крупных сосудов вокруг лимфатического узла. Это снижает вероятность осложнений в процессе биопсии, повреждения сосудов и кровотечения. Также расположение датчика параллельно оси иглы уменьшает частоту осложнений. Мы четко визуализируем всю иглу по ходу биопсии. И тем самым можем взять достаточное количество материала точно. И вот при таких условиях у нас верификация выполняется в достаточно высоком проценте случаев. Видите, что игла прошла сквозь образование, мы точно получили результат. Вакуумная аспирационная биопсия. В ситуациях, когда образованным нужно большое количество материала получить, либо в качестве методика используется в качестве лечебной. При доброкачественных образованиях молочной железы, это могут быть фиброаденомы, это могут быть цистодены папилломы с четкими контурами. Мы можем выполнить такую же процедуру и удалить весь объем измененной ткани молочной железы. Под местной анестезией делается разрез. Далее устанавливается зонд под образование. Вы видите на картинке, как раз зонд расположен под образованием. Далее забирается ткань молочной железы, ткань этого образования, до тех пор, пока полностью не исчезнет на ультразвуковом мониторе. И после этого накладывается тугая повязка. Такая процедура позволяет забрать большое количество ткани. Ткань игла не смещается, в отличие от трепан-биопсии, не выходит из молочной железы. Тем самым травматизация ткани здесь меньше, чем при трепан-биопсии. Ткани окружающих, здоровые ткани. То есть мы больше убираем вместе биопсии, но мы меньше травмируем молочную железу, благодаря тому, что зонд постоянно находится в молочной железе. Разница в положении биопсийного зонда при трепан-биопсии, вакуумной биопсии. Посмотрите, на левом слайде мы видим трепан-биопсию, где игла проходит сквозь центр образования. При вакуумной биопсии игла изначально устанавливается под образование, для того, чтобы забрать весь объем ткани. И таким образом мы можем полностью удалить образование целиком. Когда мы не видим, не можем визуализировать образование на при УЗИ, нам необходима уже рентгенологическая ассистенция выявленных изменений. Различные варианты образования, которые невозможно увидеть при ультразвуковом обследовании, здесь необходимо именно рентгенологическое наведение для выполнения биопсии. Это может быть стереотоксическая биопсия, это может быть биопсия под контролем томосинтеза на сегодняшний день появилась, активно аппараты распространяются на территории России. Появилась биопсия под контрастом. Вы уже хорошо знакомы, насколько я знаю, с этим видом биопсии. Также, если образование визуализируют только при рентгенографии. Какие варианты биопсии под рентгенологическим контролем, это с использованием, опять же, пистолета, коробиопсии и вакуумно-аспирационной биопсии. Может выполняться на горизонтальном столе, на вертикальном, в вертикальном положении пациентки. Это специальные столы. Ну и доступ может быть тоже вертикальный и горизонтальный. Стереотоксическая приставка позволяет выполнить биопсию, когда пациентка находится в положении сидя. Специальные столы, аппараты для биопсии, где пациентка находится в положении лежа. Преимущество в том, что пациентка не видит все этапы биопсии, она более расслаблена. Грудь помещается в это отверстие в столе. И таким образом мы можем получить большое количество. Также получить более точно, навестись на образование и получить достаточное количество материала. Вертикальные и горизонтальные доступы. Игла может быть расположена перпендикулярно детектору, как показано на левом снимке. Или параллельно ему, в случае, если толщина компрессированной молочной железы менее 2 см. И это позволяет выполнить биопсию даже на такой небольшой молочной железе и получить достаточное количество материала. Также все эти процедуры выполняются в амбулаторном режиме, под местной анестезией. Для корбиопсии нам необходима пистолет и система стереотоксического наведения. Этапы выполнения. По стандартному снимку мы размечаем положение образования в ткани молочной железы. После этого выполняется локальная компрессия поиска образования. Снимок выполняется, трубка находится по перпендикулярному детектору и мы выполняем снимок. После этого выполняется стереопара. Поэтому стереобиопсия, то есть одно и то же образование происходит съемка под углом минус и плюс 15 градусов. И мы получаем стереопару, то есть одно и то же образование под разными углами выполнена съемка. Далее происходит разметка данного образования на обоих снимках и аппарат может вычислить, где расположено образование, координаты для биопсии X и Y. И в случае использования томосинтеза нам не нужна стереопара. Здесь то же самое происходит именно по разметке по стереотоксическому, по томосинтезу. То есть положение, тот номер того среза, на котором лучше всего визуализируется образование, является как раз координатами для выбора биопсии. Далее выбирается игла, которую мы можем использовать. А это может быть или вакуумная система для вакуумной биопсии, либо корбиопсия. И аппарат рассчитывает уже глубину расположения образования. И таким образом происходит наведение для биопсии. Под местной анестезией четко вводится анестетик в зону интереса. И после этого выполняется биопсия. Обязательно контроль положения иглы для уточнения положения и взятия материала. И мы получаем опять же материал как для цитологического, так и для гистологического исследования. Здесь вот на слайде изображено положение иглы, как должна располагаться игла относительно выявленного образования. Вы видите, что толстая игла, это как бы условно объект, он расположен у нас в центре апертуры иглы. Тем самым у нас происходит забор материала как самого объекта интереса, так и выше и ниже тканей молочной железы. Таким образом, мы получаем достаточное количество материала, чтобы можно было сравнить и неизмененные ткани вокруг опухолевого узла, и сами измененные ткани. Это в случае, если у вас очень маленькое образование. Таким образом, гистологи, морфологи могут определить изменение ткани и в самом образовании, и рядом в окружающих тканях. За счет слабой компрессии или движения пациентки происходит смещение зоны интереса, и таким образом мы можем получить недостаточное количество материала. Мы можем маркировать края кожи при выполнении исследования для того, чтобы как раз исключить вот это смещение ткани, вовремя это заметить и произвести коррекцию положения. Также после введения анестетики у нас может смещаться ткани, и игла, опять же, может не попасть в нужное образование. Для этого, опять же, выполняется обязательно контрольное исследование, контрольная стереопара для того, чтобы определить, игла расположена в центре данного образования, либо произошло смещение, и опять происходит коррекция, если это необходимо. Зачастую ошибка при трепан-биопсии возникает из-за того, что может смещаться игла в процессе введения в ткани молочной железы из-за плотности тканей, и таким образом, опять же, игла может уходить в сторону образования. Поэтому, во-первых, нужно обязательно опустить вот эту внешнюю лапку к коже для того, чтобы она фиксировала иглу, и выполнять обязательно контрольные снимки, чтобы прекратить это смещение тканей. Вакуумная биопсия за счет толщины иглы, за счет большого количества объема материала, забираемого, позволяет исключить вот эти все ошибки, эти особенности, и получить материал с большей точностью. Достаточно давно используется в мире система для вакуумной биопсии. В нашей стране с 2006 года активно начали внедряться технологии вакуумной биопсии под ультразвуковым наведением, под ренеологическим, и последние годы активно используются уже и под магниторезонансной томографией. Какие аппараты на сегодняшний день существуют? Есть несколько производителей, которые аналогичное оборудование выпускают. Они все примерно одинаковы в использовании. Здесь от производителей есть легкие нюансы, которые не так сильно имеют значение. Запустите, пожалуйста, видео. В выполнении стереотоксической биопсии. Также выполняется прицельный снимок. После этого стереопара. Происходит разметка зоны интереса. Вот здесь зона перестройки с наличием кальцинатов. Местная анестезия. Зонт устанавливается в центр образования. И обязательно выполняется контроль. Мы видим, что зона интереса расположена как раз в зоне апертуры иглы. И после этого происходит забор материала. Здесь при такой биопсии забирается одномоментно до 12 образцов ткани. И обязательно в конце процедуры устанавливается антурит-каневая метка. Это позволяет потом в случае необходимости хирургического лечения визуализировать эти изменения. И четко определить зону биопсии, зону положения образования уже после самой биопсии. Когда же нужно выполнять биопсию, корбиопсию? Когда вакуумно-аспирационную биопсию? Смотрите по результатам различных авторов. Чувствительность вакуумно-аспирационной биопсии по дренеологическим контролям достигает почти 100%. И частота ложно-отрицательных результатов буквально до 10%. При корбиопсии в два раза больше ложно-отрицательных результатов. Как раз за счет того, что происходит зачастую смещение этой иглы. И все-таки этого материала недостаточно. Именно в ситуации, когда у нас скопление микрокальцинатов. Иногда мы используем вакуумно-аспирационную биопсию под ультразвуковым наведением. Это в тех ситуациях, когда мы можем визуализировать изменения под ультразвуком. Это расширенные протоки с неоднородным содержимым, с наличием кальцинатов. И вот тогда мы можем выполнить такую биопсию. Именно под ультразвуковым наведением это тоже достаточно эффективно. Если мы видим эти изменения на УЗИ. Поэтому в ситуациях, когда скопление кальцинатов, рекомендовано выполнять именно вакуумно-аспирационную биопсию. То же самое в этой статье приведены данные сравнения диагностики форм рака инситу и инвазивных форм рака. И мы видим, что вакуумная биопсия намного информативнее в установке именно инвазивных форм рака молочной железы. Поэтому, опять же повторюсь, в этих ситуациях рекомендовано выполнять вакуумную аспирационную биопсию. Ну и вот разница в образцах ткани, в объеме удаленных образцов при трепан-биопсии, при вакуумной аспирационной биопсии тканей, конечно, намного больше. Поэтому биопсия получается более информативно. Ну и еще один вариант биопсии. Когда мы не можем визуализировать изменения ни на рентгене, ни на УЗИ, необходимо выполнить биопсию под магнит-резонансной томографией. Это тоже процедура выполняется под местной анестезией, в связи с небольшим размером этих образований, с неоднородностью зачастую этих изменений, под магнит-резонансной томографией выполняется исключительно вакуумная аспирационная биопсия. Достаточно часто мы получаем результаты доброкачественной привакуумной биопсии под МРТ. Здесь мы часто получаем биопсии, подвергаются фиброодному небольшие, которые не визуализируются на ультразвуке, но активно накапывают контраст и оцениваются как категория Байрат-4 по магнит-резонансной томографии. Следует сказать, что после выявления образований при МРТ необходимо обязательно повторно провести ультразвуковое или рентгенологическое обследование для того, чтобы появиться возможность выполнить биопсию под ультразвуковым наведением, потому что повторное ультразвуковое исследование позволяет зачастую найти эти образования, выявленные при УЗИ и пропущенные при скрининговом обследовании. Здесь на слайдах показано, что необходимо, какие анализы провести перед проведением процедуры. Используется специальная сетка для открытой катушки для биопсии, оснащенная сеткой для наведения и инструмент для биопсии, который позволяет взять материал именно работать в магнит-резонансном поле. Пациентка расположена в этой катушке, поднятыми руками кверху, железа, которой требуется биопсии, выполняется небольшая компрессия для фиксации ее и разметки. Вы видите на снимке специально устанавливается позитивная метка, жировая метка на коже для того, чтобы найти эти изменения в ткани молочной железы. Сначала выполняется контрастная серия для определения зоны интереса, после этого происходит разметка образования в молочной железе и выполняется уже разметка на ткани, на коже и мы выполняем биопсию. После проведения биопсии обязательно установка внутритканевой метки, это металлическая титановая скрепка, которая ставится в зону биопсии и позволяет потом визуализировать эти изменения на при рентгенографии. То есть после установки, верификации злокачественного заболевания, дальнейшие обследования, контрольные и разметки выполняются уже под рентгенологическим наведением, благодаря тому, что у нас установлена внутритканевая метка. Итак, в качестве завершения, что до начала биопсии мы должны обязательно пересмотреть все методы, которыми был установлен диагноз, маммография, УЗИ, МРТ, определиться с методом наведения для биопсии. И после этого объяснить пациентке, почему выбран именно данный метод биопсии, данный метод визуализации, как он будет проходить, для того, чтобы пациентка находилась в максимально расслабленном состоянии, не было вот этих вот артефактов движения, что при рентгенографии, что при МРТ. Это очень важно. Смещение из-за того, что беспокоится пациентка, будет смещение тканей, и мы не попадем в то образование, куда мы изначально наметились. Обязательно установка метки, особенно при магниторезонансной томографии, выполняется для потом уже дальнейшего наблюдения этих пациентов. Ну и дальнейшее обследование этих пациентов. В случае неподтверждения злокачественного поражения, после биопсии под магниторезонансной томографией, проводится контрольное обследование через 4-6 месяцев для уточнения этих изменений. Спасибо за внимание. Продолжение следует...